Привет, друзья! Вчера прошёл вебинар, и я специально делаю этот ролик, чтобы кое-что вам сказать. Поэтому вы имеете сейчас возможность, и я вас прошу, напишите свои впечатления по вчерашнему вебинару. У меня хорошее личное впечатление. А вы напишите, согласны ли вы со мной или нет. Но главное в другом. Главное в том, что рекомендую вам посмотреть сайт Хасай.ру и старый сайт Стресс.су. И там есть интересные моменты, которые, по всей видимости, у вас не было времени посмотреть, а поскольку у нас школа Чикбуча Хомофутурс кое-что вам надо знать. Чтобы не было повторяемых вопросов и моё время не отрывать попусту. А там всё есть. И вот смотрите, ещё что нужно. Ещё нужно, чтобы вы знали, что вот эта книга, «Белые стороны, чёрные дыры страха». Сверху там написано «Новые приёмы». Видите, белым шифтом. «Новые приёмы» – это значит, что там есть то, чего никогда раньше в мире не было. И поэтому, где взять эту книгу, в печатном виде, в электронном виде и так далее, под каждым роликом у меня на YouTube-канале, в описании, посмотрите, в описании, предыдущая до неё книжка тоже создавалась не только мной, но и всеми участниками школы Чикбудущего Хомофутурс. Там их приёмы тоже на основе метода «Ключ». Да, и наш логотипчик вот этот, «Человек летающий, звёзды над нами и космос внутри нас». Это, я не говорю о том, что все мои книги выдающиеся, ни в коем случае. Они более, чем выдающиеся, потому что этих приёмов в мире нет. Потому что я на вебинаре вчера говорил, если психологи и психотерапевты, они черпают свои знания из Древней Индии, например, или вот наши в России черпают методики западных образцов или сами создают. А мы берём приёмы из будущего, потому что я впервые вычислил, каким будет человек будущего. И на эту тему сейчас кое-что скажу очень важное, потому что я хочу противопоставить неопределённости, непрерывность, энергоэкономику личности, чтобы человек мог не только бесконечный потенциал страха, боли, любого стресса использовать себе на пользу, но, как я говорил в прошлых некоторых роликах, создать себе синергетического помощника, который будет его всё время поддерживать, как меня, например. Я всё время генерирую творчество. Я любой стресс могу превращать в произведения, в семинар, вебинар, в бесплатный ликбез, подготовку олимпийских чемпионов, подготовку изобретателей. Много чего могу делать, потому что я знаю один секрет. Я вам хочу сейчас сказать, в чём он заключается. Ну вот, посмотрите. У меня друг, он старше меня, он прославился тем, что он написал очень много произведений, его зовут Васлав Михайский. Кстати говоря, он говорил Юлиану Семёнову при мне по телефону, когда они разговаривали. Ты знаешь, у меня есть молодой друг, сколько удивительный. Я про него книжку пишу «Новый Авицема». Это про меня больше. Юлиан Семёнов говорит, Васлав мне рассказывал, взял «17 мгновений весны», дня «17 мгновений». Ну да, весны, по-моему, 17 мгновений. А у него было 17 левых сапог, у Васлава Михайского. И Юлик, говорит, у меня взял это 17. Ну, они дружили очень сильно, и про меня он рассказывал, «Новый Авицем, делаю книжку» и так далее. А потом он ему, мне потом сказал, «Я про тебя книгу больше писать не буду». Я говорю, «А что случилось, Вацак?» Он говорит, «Ты зачем, говорит, сказал племяннице Гришиной, Гришина, что ты не будешь ей помогать, и желал ей здоровья, как угрозу?» Я говорю, «Вацлав, что это такое?» Он говорит, «Ты ей сказал, говорит, желаю вам быть здоровым, потому что если вы будете нездоровы, я вам помочь не смогу». Я говорю, «Да, говорил, потому что у меня не было возможности, я улетал в Махачкалу». «А, ты так сказал?» Я говорю, «Да». Они переполошились, я вам хочу сказать, друзья, семья Гришина. Гришин был самый главный в Москве. Так вот, вопрос заключается в том, это столько бывает недоразумений, когда люди не понимают, потому что когда человек тревожный, ведь свет в глазах смотрящего, человек тревожный, со страхами, вдруг вы ему говорите, «Желаю тебе здоровья, потому что я тебе помочь не смогу». Он уже воспринимает это как диагноз неизлечимой болезни. А я ему введу, что я улетаю в Махачкалу. Ну, короче говоря, дело не в этом. Дело в том, что я хотел обратить ваше внимание, друзья, на то, что я обычно говорю с шутками, я говорю иногда с картинами. Почему? Вот наша Невичка Зарипова, литературный агент, который про книги наши, она за них опочет и так далее. И предыдущая книжка стала бестселлером по признанию. Там же так не бывает, что я придумал, что это бестселлер. Нет. Там по раскупаемости издательство определяет, там и прочее десяток. А вот эта книжка нет. Она еще не стала бестселлером, потому что ей мало времени, как она вышла. И пока еще никто не понимает, что здесь сокрыто. Здесь приемы участников школы «Человек-большего хомофатураса». И здесь приемы, которые помогают человеку черпать неисчерпаемого источника из своей собственной тревожности, из ситуации неопределенности генерировать изобретение. Это удивительная штука, потому что я хочу поставить против неопределенности непрерывности. Потому что сейчас это в науке неизвестно, что это такое. И сейчас увлеклись вместо этого изучения, откуда берется жизнь вообще во Вселенной. Вместо этого, вместо изучения непрерывности, то есть перехода спонтанности в автоматизм, где меньше затрачивается энергии, потому что автоматизм. Ну, я потом все это расскажу. Тут главное другое. Есть западная философия, есть восточная мудрость. Это не одно и то же. Я вам сейчас хочу сказать, буквально вчера со своим другом, с исламом разговаривал, и он мне стихотворение Амара Хаяма, да, Амара Хаяма, я вам сейчас прочитаю, какое стихотворение про науку сказал, очень такое важное, потому что я, кстати говоря, это стихотворение для вас скажу. «Будешь в обществе гордых ученых ослов, постарайся ослом притвориться без слов, ибо каждый, кто не осел, эти дурни обвиняете немедля в подрыве основ». Вот видите, какое стихотворение великое Амара Хаяма. Так вот, чем отличается западная философия от восточной мудрости и только тем, что в соединении западной философии с восточной мудростью можно создать прорыв в будущее, что в конце концов у меня и происходит, потому что я человек восточный, я из Дагестана, но в Дагестане есть кузница межнациональных культур, в мире единственная, где уживались в согласии десятки национальностей коренных, а не пришлых. А пришлых там вообще миллион. Ну, посмотрите, узнаете об этом. Так вот, у меня был из администрации президента самый второй человек, и мы с ним разговаривали, он говорит, ну, ты говоришь восточная, западная, а что это, люди не знают, что ли? А я как раз говорил о новой модели работы мозга, потому что я был тогда еще наивный, молоденький, и хотел, чтобы все мы этим, люди были здоровы и счастливы, и хотел, чтобы все этим занимались, а он доктор наук, самый так далее, умный человек, но не понял, не понял. Ну, короче говоря, не важно, дело не в этом. Дело в том, что сейчас я хочу вам объяснить, почему я все время с картинами, почему я все время, был бы я сейчас в возможностях таких, я бы вам все время и свои стихи читал, и свои новеллы рассказывал, и так далее, но нет у меня такой возможности сейчас. Почему про картины? Я не художник, я же никогда не учился, я просто хотел сказать, что именно на стыке дисциплин рождаются открытия, чего роботы делать не могут, потому что они шедевры создавать, открытия создавать не могут и никогда не смогут, и есть тому причины, этим они человека не заменят. И вот я ставлю, например, потому что я говорю с вами, друзья, изоповым языком, чтобы наш канал никогда не вырубили, чтобы нашу школу никогда не закрыли, потому что то, что я говорю, слышат имеющие уши, а вот там какие-то структуры этим занимаются, это же автоматы, это же, собственно говоря, машина, машина, да, то, что я говорю, нужно, что я говорю, ну, говорю непрерывность, ну, я говорю неопределенность, ну, я говорю переход спонтанности в автоматизм, я говорю об осознанности, я даю направление, как использовать энергию стресса в собственных интересах, и я говорю о том, что, чтобы вы становились генераторами творчества, вам нужно превращать энергию напряжения психофизиологического в палочку-выручалочку для своего творчества, для созидания, а не только быть в состоянии выживания, потому что, когда вы все время не в здоровье, выживание, когда ваше внимание зациклено на болячках, они используют болючки, болячки всякие для движения вперед. Это нестерпаемый источник движения, здоровья, развития, об этом люди не знают. Поэтому, я думаю, Господи, столько людей с хандрой, нога у кого-то болит, у кого-то давление, это же нестерпаемый источник для них, для них, для собственного развития и здоровья. Вот они же этого не знают, потому что наше здравоохранение тоже этого не знает. Никто этого не знает, этого знает только школа, человек больше хомо-футурбус. И поэтому напишите там свои комментарии по прошлому вебинару, напишите свои комментарии, если кто читал книжки мои, может быть, вы читали первую мою книжку в 90-м году «Ключ себе», может, кто-то читал из этих моих 20 книг, какие-то еще книги читал на английском, французском, у нас же в школе люди из всех стран, самых различных и на многих языках мира книжки мои изданы. Чтобы человек, который сюда сейчас случайно зайдет, чтобы понимал, о чем речь идет. Сейчас я занимаюсь изучением, после того, как я занимался изучением Теслы, когда я понял, о чем речь идет, как он общался с абсолютом, чтобы соединяться с этим мировым, так сказать, сейчас говорят, это поле, квантовое поле, такую чепуху несут. Это обычное нулевое состояние, в которое ты, когда входишь, у тебя почему нулевое состояние? Там нету шаблонов, там нет страха, там нету авторитета, там у тебя сознание и мышление свободно от простампованности. Да, это общение с подсознанием, потому что структура нашего мозга устроена как эквивалент природы, законов природы, они внутри нас, да, и все, что происходит в природе, мы можем способны отражать, ну, конечно, сейчас придумывают квантовое поле, они общаются с квантовым полем, вы знаете, почему общаются с квантовым полем? Потому что сейчас только бифуркации, всегда, во всех эпохах, когда переходили с одной формы потребления энергии на другой, ну, например, были конки, лошади, потом стали паровозы, потом стали там самолеты, потом взяли атомную бомбу, потом вода воротную, и каждый раз, когда происходит переход на новый уровень, люди живут в новой социоэкономической системе, и вот эти переходы, как говорят от Китая, жить бы вам во время перимет, не жить бы вам во время перимет. Так вот, вопрос заключается в том, что все теряют штампы своего проживания, потому что все знания, навыки и умения, которые они выработали шаблонным мышлением, повторяя, пока не получится по традиционной школе, там не работают внеопределенности, там надо соображать, и поэтому более активные люди, более деятельные, которые идут вопреки ветвь. Ну, они если выживут, они создают новую шаблону. Это же очень интересно, да? И вот как раз-таки механизм создания в неопределенности определенности на то время, пока человеку надо выжить и двигаться дальше, знаю я, и делаю я это из энергии и страха, потому что это инстинкт выживания. Бей-беги, застынь, осыпеняй там, скукорься, превратись в эмбриону, в максимально защищенную позу. Почему человек, когда автомобиль стукнется, они потом в таком состоянии? Потому что рефлекторное уходит сжатие. Почему, когда человек нервничает, он вот так вот не свободный такой, а вот такое? Почему? Сжатие. Потому что так рефлексы устроены. И что надо сделать, чтобы выпрямиться? Если вы будете насильно выпрямляться, вы тратите энергию. А если вы перед этим несколько раз сожметесь, так как природа вас сжимает, инстинктивно защищает, если несколько раз сделаете так, как природа требует, да еще усилите, это и будет упражнение ключевое. Одно из упражнений в тени голову, в плечи. Если вы несколько раз так сделаете, думая, о чем думаете, потом вы раз и выпрямились. Совершенно другие подходы. Они более естественные, более экономичные и так далее. Это только маленький пример привод. Так, слушайте, у нас школа, она богата новыми вещами. Поэтому надо на YouTube подписаться, кто не подписывает. На Телеграм надо подписаться обязательно, потому что я там могу и картины показывать. И вот я хочу вам сказать, друзья, Вацлав Михайский написал «Весна в Карфагене», не будучи ни одного часа в Карфагене. Откуда он это сделал? Гениальный человек. И правильно все написал. Кстати говоря, много чего он сделал хорошего. Я его очень уважаю. у нас с ним были очень интересные и беседы, и, ну, короче говоря, мы друзья. Я вам просто хочу сказать, что сейчас я буду давать материалы, ролики. Их поймут не все. И не нужно. Потому что у меня есть уже сделанные бесплатные ликбезы. Берите на ютуб канале главную мою страницу «Метод Ключка Саилеева». И там есть плейлисты. Там есть бесплатные ликбезы. Смотрите, пользуйтесь. Кто хочет поправиться, быть увереннее. Пожалуйста. Многочасовые там. Там в зум люди выходили, делятся опытом. Я сейчас буду заниматься совершенно другими вещами. Потому что сейчас надо сделать могучие, могучие, всепланетные тучку опоры миллионам людей, миллиардам людей, которые, попадая в неопределенность, незаслуженно терпят хамство, которое происходит, хамство, которое пытается их закабалить и которое их посчитать и сделать из них овец. Таких вот. И меня тоже, и вас тоже. И обезличить, чтобы вы стали исполнительными. Создать целый фронт вот таких исполнителей. Почему? Потому что есть там люди, которые имея, ну это огромные корпорации и так далее, которые могут там за два года увеличить свои доходы, прибыли в чистом виде, в два в три раза там зарабатывать там только на том, что нас обдуривают, могут заработать сотни, 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 сотни миллиардов за несколько лет. Понимаете, это такое искушение. и некоторые люди, они на самом деле, у них голова едет. Если бы у вас было сотни миллиардов и вы представляете вот такой ресурс, если бы вы лично имели, у вас бы тоже поехало. Поэтому восточная философия Тысяча на ночь, например, там и много другого, Амархаян, там, Авицена, это без, оно должно быть западной философией вместе. Потому что западная философия это скорость, это революция, это результативность. А восточная философия это вечность, это человечность, это мудрость, это самосохранение, это природная целесообразность, это два разных аспекта жизни. Короче говоря, я вам буду рассказывать хоть какие вещи, буду показывать картины, и поэтому сейчас убираю эту картину Нелечку нашу, убираю за липовую, а там у него, видите, человечек такой, типа гномик. Это воспоминание какое-то из детства, игрушка какая-то. А здесь у меня неоконченная картина, которую участники Школы Человек Будущего посоветовали назвать Сатурналия. Жить я буду теперь близко к Сатурну, потому что я должен ее докончить, окончить, дописать, видите, какое безобразие. Неоконченная картина, не могу, пока душа там не появится. Включаем коллективный разум, как обычно. Я придумал такой формат. Давайте, подсказывайте, что там дорисовать, что убавить, что прибавить. Пусть она будет хорошей, тоже будет шедевром, как все другие мои картины. а кто не будучи искусствоведом сейчас какую-то критику наведет, не разбираясь в живописи. Пусть сначала научится разбираться. Итак, как мы ее назовем, что здесь убавить, что прибавить. Знаете, друзья, я много говорил, но я все сказал, мы переходим на новый этап, когда я буду говорить такие вещи о поэзии, о живописи. Но там будут такие зернышки, которые услышит человек, готовый к самосовершенствованию. Он услышит обязательно, но я буду это говорить таким образом, что кому не надо, слышать не будут. И в этом суть. Поэтому мы уйдем, как междустрой, и выйдем на орбиту. И противопоставим безобразию образ. Великий образ природной гармонии. До встречи, друзья.